Из-за развязанной России войны в Украине страны Евросоюза отказались от российских нефтепродуктов. Частично насытить большой рынок Европы может Казахстан, добывающий и газ, и нефть. Обсуждая вопросы сотрудничества, Тукаев и Шольц провели встречу в узком формате, без присутствия телекамер. И в ходе этой беседы, как утверждает пресс-служба Аккорды, Олаф Шольц попросил казахстанского коллегу высказаться о войне в Украине. Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Тукаев также добавил, что Россия для Казахстана стратегический партнер и союзник. В то же время граждане республики симпатизируют украинскому народу. Между официальными Астаной и Киевом не было никаких разногласий. А посольство Казахстана продолжает работать в украинской столице. Ни с кем не вступать в открытую конфронтацию — часть многовекторной политики. Но фраза про непобедимость России прозвучала не случайно. У нее была конечная цель — использовать Казахстан для продвижения кремлевских нарративов, считает политолог Димаш Альжанов. То, что сказал Тукаев, оно очень сильно сходится с тем, что Россия пытается сегодня сформировать нарратив. Потому что война слишком тяжелая, затяжная. И Россия готова к переговору, но оставить оккупированные территории за собой. Поставки оружия, вопрос применения дальнобойного оружия вглубь территории России, он также вызывает со стороны России попытку поднять градус. Сегодня же в Астане проходит саммит глав государств Центральной Азии с участием немецкого канцлера. Не исключено, что на встрече будет затронут вопрос соблюдения европейских санкций в отношении России. Однако визит Шольца в Казахстан, который носит как экономический, так и политический характер, вызвал недовольство у правозащитной организации Human Rights Watch, где отмечают, что в странах Центральной Азии год от года снижается уровень базовых свобод и прав человека. Правительство Германии не может делать вид, что более тесные связи с Центральной Азией возможны без значительного улучшения ситуации с правами человека в регионе. Среди них подавление права на протест и выражение мнения. Даже в интернете. Аресты активистов, пытки в тюрьмах, репрессии против гражданского общества, насилие в отношении женщин, безнаказанность, злоупотребление со стороны силовиков и отсутствие свободных и справедливых выборов. И уже 6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум, где будет решаться вопрос строительства атомной электростанции в республике. Противники идеи неоднократно жаловались на то, что даже имея неограниченный административный ресурс, власти не дают своим оппонентам даже высказаться. Активистов задерживают и срывают им пресс-конференции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова